В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. В начале выпуска коротко об основных событиях. В минувший четверг на Москву и область. Обрушились сильный ветер с дождем. Завершающий день московской областной акции «Наш лес посадит свое дерево». Нужны новые парки, нужны места для отдыха, для свиданий, наверное, для детей, где будут гулять. Театральная студия «Базилюра» репетирует новый спектакль по сказке Самуила Маршака «Кошкин дом». Я думаю, что основное, что я получаю от театра, это, наверное, какое-то такое внутреннее раскрепощение. В минувший четверг на Москву и область обрушился ураган. Выпала 70% месячной нормы осадков. А порывистый ветер десятками валил деревья и рвал провода. Ливень начался около 16 часов дня. И уже через полчаса стало понятно, что дождь этот рядовым назвать никак нельзя. Порывы ветра достигали 26 метров в секунду. Видео с последствиями природных явлений очевидцы выкладывали в социальные сети. В подмосковном Солнечногорске, по данным МЧС, из-за падения дерева на автобусную остановку пострадали три человека. Еще двое госпитализированы в Латкарине. Всего ветер повалил около 70 деревьев. Повреждены 17 автомобилей. На юго-востоке области на территории одного из ЖК ветром унесло беседку с детской площадки. А в Бирюлеве ветер снес металлическую конструкцию и швырнул ее на припаркованные рядом авто. Более двух с половиной тысячи жителей Московской области остались без электричества после прошедшего урагана. Ленинский городской округ стихия не обошла стороной. На улицах Видного десятки сломанных деревьев, пострадало восемь автомобилей. О ситуации в муниципалитете нам рассказал заместитель директора единой дежурной диспетчерской службы Юрий Списивцев. Уже вечером на улице Видного для устранения последствий урагана вышли четыре бригады дорсервиса. В первую очередь убирают упавшие деревья с проезжей части и у социально значимых объектов. Как отметил заместитель директора МБУ дорсервис Рустем Саддаров, ураган для служб неожиданностью не был. Вовремя поступил прогноз погоды и был создан оперативный штаб, в который вошли все структуры учреждения. В настоящее время идет работа по очистке внутриквартальных дорог и проездов от упавших деревьев, а также опиловка сломанных веток, угрожающих опасности, на 50 участках муниципалитета. Пятница – завершающий день московской областной акции «Наш лес посади свое дерево». В течение трех дней наши корреспонденты освещали процесс посадки зеленых насаждений на территории Ленинского городского округа. В микрорайоне Купеленко вместе с командой деревья высаживал глава муниципалитета Алексей Спасский. Подробности с места события в репортаже Юлии Погосьян. Словно по заказу, утренний дождь сменился ярким солнцем и дал возможность участникам акции «Наш лес» в комфортных условиях высадить деревья. На территории Ленинского городского округа с 16 по 18 сентября акция прошла на 27 площадках в разных уголках муниципалитета. Сегодня очередь озелениться дошла до молодого микрорайона Купеленко. «В чем изначально начиналось, если вы помните, как компенсационные посадки в лесах, которые пострадали от жука-караеда, то после этого сейчас в основном люди благоустраивают родные микрорайоны, там где проживают. Традиция замечательная, мы не намерены останавливаться и очень надеемся, что в следующем году все вернется в стандартный формат». На пустыре возле 15-го дома по улице Северный квартал сегодня высадили 90 плодоносных деревьев. Продолжая традиции города-сада, саженцы любезно предоставило руководство градообразующего предприятия Московского коксогазового завода. «Не только город, у нас город-сад, город-видный. У нас и Московский коксогазовый завод, практически вся территория засажена яблонями, грушами, великолепные, поддерживается территория всегда зеленая. И участие в данной акции – это не первый раз. Московский коксогазовый завод всегда с большим удовольствием принимает участие». Свои именные деревья посадили и представители правоохранительных органов. К акции присоединилось высшее руководство управления внутренних дел. «Нужны новые парки, нужны места для отдыха, для свиданий, наверное, для детей, где будут гулять». Акция «Наш лес – посади свое дерево» в Московской области проводится с 2014 года. И, как отметил глава Ленинского округа, она давно переросла в свой изначальный замысел. Сегодня «Наш лес» – это возможность сплотиться, чтобы сделать территорию муниципалитета красивее и комфортнее. «Присоединяет к нам добровольцев, то есть молодежь, пожилых людей, людей среднего возраста. Мы присоединяемся все в этот день, выходим, сажаем деревья. Это сплочает нашу команду и показывает, что мы едины и мы целы». Деревья в этот день сажали и на другой площадке, в Расторгуевской части города, видное на Петровском проезде. «Недавно по Расторгуевской части города, в частности в Петровском проезде, проводилось комплексное благоустройство. И в рамках этого комплексного благоустройства где-то были повреждены, где-то были сухие деревья, которые свой срок отжили. Вот сейчас проводится в рамках комплексного благоустройства посадка саженцев, деревьев, кустарников, сирени». Здесь высадка началась чуть раньше, поэтому участникам акции пришлось работать прямо под дождем. Однако непогода не помешала хорошему настроению. К процессу присоединились и местные жители. «Планируем в будущем также высаживать деревья на Петровском проезде. При этом у нас идет вырубка сухих, плохих деревьев. И на место этих деревьев мы также будем высаживать новые кустарники, деревья». Таким образом, за три дня проведения акции в Ленинском городском округе было высажено более трех тысяч деревьев и кустарников. Следующее подобное мероприятие намечено на весну, когда будет проводиться акция «Лес Победы». Юлия Погосян, Сергей Ларин, Видное ТВ. В самом разгаре – прививочная кампания, в ходе которой проходит вакцинация граждан Ленинского городского округа против гриппа. Чтобы этот процесс был более эффективным и охватил как можно больше людей, на территории муниципалитета работают мобильные пункты вакцинации, где любой желающий может сделать прививку. Одна из таких передвижных точек прибыла на стройку, где возводится новый корпус Видновской гимназии. Надо отметить, что это уже второй визит медиков на объект. Чтобы мобильный пункт не мешал проезду техники, его расположили напротив входа. Стоит отметить, что в эти дни работы хватает и у сотрудников в разъездах и в стационаре. На стройку первый раз выехали. А так раньше на заводы ездили. Люди хотят прививаться. Сразу по прибытии мобильного пункта работа закипела. Врачи рекомендуют прививаться заранее, ведь вакцине нужно время, чтобы адаптироваться в организме. Она начинает действовать в течение двух-трех недель. Напомним, что личный пример жителя муниципалитета уже показали руководители городского округа и депутатский корпус. В этот раз привились сотрудники Видновского управления капитального строительства. Только что произошла вакцинация прививки от сезонного гриппа. Соответственно, было вакцинировано порядка 20 человек рабочих и инженерно-технических сотрудников предприятия, подрядчиков. Ну, собственно, и служба заказчика также отличилась, также поучаствовала в этом мероприятии. Таким образом, после двух визитов медиков на строительном объекте в итоге вакцинировано 70 человек. Врачи напоминают, что делать прививку от гриппа можно полностью здоровым людям. Не допускается даже легкая простуда. Особенно она рекомендована тем, кто находится в группе риска. Это дети с 6 месяцев, беременные женщины и пенсионеры старше 65 лет. Вскоре театральная студия «Базилюры» представит новый спектакль по сказке Самуила Маршака «Кошкин дом». Наша съемочная группа побывала на репетиции и узнала, чем актеры готовы удивить зрителя. Смотрите наш следующий сюжет. В небольшом зале Центра досуга Мамонова прошла очередная репетиция театральной студии «Базилюры». Совсем скоро премьера спектакля по сказке Самуила Маршака «Кошкин дом». Казалось бы, стоит вести детей, но режиссер замечает, сказка будет интересна и взрослым. Все дело в новом прочтении. Помимо классических персонажей появляются оператор и телеведущая, снимающие ток-шоу о жизни кошки. Это режиссерская придумка, которую мы придумали в самом начале, когда только хотели поставить этот спектакль. Изначально у нас была идея выведения всего съемочного процесса сразу в прямом эфире, но после мы от этого отказались, потому как посчитали более логичным и более правильным выводить отдельные снятые кусочки. «Базилюры» существует уже семь лет. Студия представила множество сказок и выдавили. В 2019 году за спектакль «Урок дочкам» по пьесе Крылова актеры стали лауреатами первой степени международного конкурса «Мой шаг к успеху». Первый спектакль, который мы сыграли здесь, это был спектакль «Снежная королева». А если вы помните, там у сказочника были волшебные слова. Снип, снап, снуры, пуры, базилюры. И теперь это стало нашей аффирмацией на выход. Успехи коллектива во многом связаны с отличной режиссурой. Сегодня постановкой спектаклей занимается Екатерина Георгиевна Гусева. В прошлом актриса она с радостью делится опытом с ребятами. У меня специальное образование, просто я сейчас на пенсии нахожусь и живу в этой деревне. И поэтому решила, что как же так деревня и без театра. На ногах сапожки, а в ушах сережки. На сапожках – лак-лак. А сережки – мляк-мляк. Все это кошка – звезда телеэкранов. Яркая, но пока не нашедшая лекарства от звездной болезни. Ее роль на сцене исполнит старожил театра Екатерина Винокурова. Семь лет назад она самостоятельно ставила игровые пьесы. С появлением в студии опытного режиссера полностью отдала себя актерской деятельности. Екатерина признается, вжиться в роль кошки, чей характер противоположен ее собственному, сложно. Нам Екатерина Георгиевна давала задание. То есть придумать, какие три черты совпадают с характером персонажа, три, которые различают. И это тоже помогает на самом деле вжиться в роль. Сегодня студия насчитывает 25 человек самых разных возрастов. Стать актером Базилюра можно с 9 лет. Амира Мефтахова в постановке играет одну из ключевых ролей. Из всех актеров она самая юная. Я с 6 лет смотрела, как мой брат играет. И мне все время хотелось играть. Сейчас основной состав труппы – старшеклассники и студенты, живущие в Москве, Мамонове и ближайших к деревне населенных пунктах. Я думаю, что основное, что я получаю от театра, это, наверное, какое-то такое внутреннее раскрепощение. Получаю удовольствие от игры на сцене, удовольствие от общения со своими друзьями. Я люблю свой театр, люблю своих ребят, люблю заниматься этим. Премьера спектакля «Кошкин дом» состоится в воскресенье, 27 сентября, в 2 часа дня. Александра Столярова, Сергей Ларин, Елена Кошелева. Видное ТВ. И это все новости на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин.